И всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал Umbrella Tech Incorporated. Вескар с вами на связи и Лара Крофт тоже с нами. И все, мы продолжаем прохождение серии Tomb Raider. Надеюсь, что вам здесь не нравится. Извините, мидка прям попадает, она не будет стрелять, как бы и не хотела. Ладно, идемте сюда. Эбби, можешь мне помочь? Стой, ты что, это Лара? Крофт? Да. Да. Я узнала тебя по фото, что ты здесь ищешь? По фото. Я решаю загадку. Сердце змея лежит в чаше, рядом с каменными ликами. Каменные лица. Я тоже тут из-за них. Не хочу мешать вам работать. Что меня интересует, так это змей в чаше. Что ж, могу тебе сказать, что они тут по меньшей мере четыре столетия. Согласно бумагам из библиотеки, они стоят на страже. По легенде, они охраняют тайный склеп. Склеп? Мы его так и не нашли. Можешь себе представить, как это бесит охотников за сокровищами? Ну, если скандальная Лара Крофт так умна, как о ней говорят, в общем, если сможешь его найти, то очень меня выручишь. Значит, начать с библиотеки? Да, вон там, за кладбищем. Это одна из старейших построек. Если что найдешь, не забудь сказать мне спасибо. Спасибо, конечно. Если вы накажете кладбище в его библиотеке, я бы в этом не врагу. Ты говоришь, кто-то пропал? Да, Изабелла. Она тоже в нашей экспедиции. Я заглянул к ней после подземных толчков, но палатка была пуста. Спроси у Ману. Он, наверное, сказал ей, где искать Эльдорадо. Это не шутка. Мы поссорились вчера вечером. Сильно. Прости, Гильермо. Я не знала. Продолжай. Вы поссорились? Не хочу лезть не в свое дело, но… Все нормально. Мы почти год были близкими друзьями, и мне кажется, оба были готовы к чему-то большему, но… Никто не затрагивал эту тему. Иса и Сара часто не ладят. Прости, Сара, это так. Потому что Сара считает, что в команде не место всяким мечтателям, а Иса обожает древние мифы о тайных храмах. Я часто оказываюсь между двух огней. Эти истории не могут появляться из ниоткуда. Даже если большая часть и выдумка, зерно правды все равно есть. Ну да-да. Иса тоже так думала. В любом случае, здесь живет слепой старик по имени Ману. Он знает уйму таких рассказов. Он убедил ее, что где-то рядом есть тайный склеп. Вчера вечером она уговаривала меня пойти и найти его. Я отказался, и мы снова начали эту старую ссору. В итоге она называла меня скучным трусом, а я ее наивной девчонкой. Она убежала. Да, со словами я докажу, что все твои скептики ошибаются. С утра я слышал толки, будто ночью она осквернила кладбище. Тогда я начал ее искать. Когда понял, что ее нигде нет и никто не знает, где она, я начал нервничать. Что, если она пошла искать склеп и с ней что-то случилось? Я никогда себя не прощу. Ладно, оставайся здесь на случай, если она вернется или будут какие-то новости. А я пойду искать Изабеллу. Начну с кладбища. Правда? Если честно, я тоже интересуюсь этим склепом. Ты слишком переживаешь. Ты что, издеваешься? Она уже отняла у меня достаточно времени, Гильермо. Извините. Я знаю, она тебе нравится. Дело не в этом. Дело в нашей общей безопасности. Довольно, Гильермо. Да, правильно. Подметите, пожалуйста, под Ларой, а то из меня прям песок сыпется. Так, ладно, с этим разобрались. Сеньорита? Да, сеньорита я сеньорита. Лара, ты что-нибудь нашла? Подруга Эбби сказала, где-то в библиотеке есть склеп. Встретимся там. Склеп. Я сначала здесь все обойду и не изучу. Чёрт. Коль уж теперь эта зона у меня открыта, я могу спокойно здесь оставить ещё один песок. Здрасьте. И несладенько, да? Привет. Что скажешь? Чш, слышала? Я ничего не слышу. Вот именно. Она рядом. Она? Императорский Ягуар. Когда она появляется, все животные замолкают. Ни к чему привлекать её внимание, так? Да. Может, нам тоже не стоит шуметь? Хе-хе-хе-хе. Только я её уже припил. Ну, спасибо. Ещё карты не сносили. Так, что я ещё не нашёл? Так, вот этот документ я точно не добуду сразу, поскольку, во-первых, там тайный склеп и я пройти туда не могу, пока Лара соизвольно по сюжету до туда сама не отойдёт. Своими ножками. Это место мы помним. Так что не переживайте. Ну, вы видели, я туда посадил сутки раз. Даже в прошлом эпизоде буквально заходили. 18 декабря 1604 года. Я слишком надолго забросил этот дневник. Мы много работали на строительстве миссии. Каждый день прибывают новые люди. Местные уроженцы, которые хотят креститься. Солдаты, уставшие от войны. И другие люди, чья сила духа подверглась суровым испытаниям во время долгих и опасных странствий по джунглям. Всех их привлекли речи Лопеса о труде, очищающем душу. Мы работаем от рассвета до заката. А затем Лопес, или Анхель де ла Круз, как он теперь себя называет, вечерами рассказывает о цели данной миссии – испытать избранного. Он стал гораздо спокойнее, чем раньше. Если что-то до сих пор его и тревожит, он держит это при себе. Завтра мы приступим к строительству библиотеки, где будет храниться шкатулка. До тех пор, пока ее не найдет избранной. Слишком быстро, да? Вы тоже поняли, о какой библиотеке речь? Здорово. Можно на ягуарочи похудеть все. Древесю надо забрать. Прохибиоэл пасса. Какая-то у смерти. Ну ладно. Смерть, ну ладно. У меня нет столько места. Все из-за жилы? Все из-за одной только жилы? Ладно. Пойду поохочусь на кошку. Раз там все сихло, значит кошка должна быть здесь. Исэ. Что входит? А кепарда я не наблюдаю. Нет, если бы она была бы... Все, идем по сюжету теперь. То, что можно было прибить, я прибил. То, что нельзя было прибить, я не прибил. Нет места, ничего не могу взять. Потом возьмешь. Ладно, идемте. Сначала будем искать склеп. Я конечно понимаю, что по сюжету мне нужно сразу библиотеку, а значит идти на главную площадь. Это я хорошо осознаю. Исследуйте местные тайны. Исследуйте кладбище. То есть мне нужно кладбище. Они буквально в одном месте находятся. Вот. То есть мне и так, и так. Вот такое ощущение, знаете, когда в любом случае тебе надо туда. Ирония, да? Кстати, а где Эдди? Да, тут должно было быть. Эдди, куда делась? Она-то постояла сколько-то, кстати. Когда я еще не пускался, она... Потому что она убежала. Она, конечно, куда-нибудь, куда-нибудь побежала. Кстати, давайте сразу. Добрый день. У меня есть все, что надо. Спасибо. Мне все, что нужно. Так нас обоих устроит. Тебе точно понравится. Ой, вы не представляете. Так нас обоих устроит. Приходи еще как-нибудь. О, кстати, да. Эй, привет. Смотри, что у меня есть. Отлично. Если что-то продадите, если что-то накупите, и все будет хорошо. Отлично. 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 С точки зрения, что труд облагораживает человека. Согласен. Да. Да. Так, значит, где-то тут есть склеп. Да. Тайный склеп. Почему тайный? Если тут замешан Лопес, непременно есть подстава. Разумная теория. Ну а ты? Есть что-нибудь полезное? Я нашел брошюру. На семь шагов ближе к Богу. Кто знает. Может пригодится. Скажи, как будешь готовы идти. То есть, это мне сначала все о чем поговорить. А значит, мне надо искать здесь. Мне плевать на ваши сокровища. Меня волнует почтение к мертвым. Осторожней! Сейчас она нас заколдует! Здрасте. Придумали, что я ведьма. Тоже мне. Простите? Я травница, и мое ремесло, увы, незаслуженно отвергнуто современной медициной. А бабушка вот этого мальчишки была лозоискательницей. Люди не хотят видеть того, что у них прямо под носом. Некоторые боятся увидеть то, чего не смогут понять. Это да. Говоришь, как Иса. Изабелла? Археолог? Вы ее знаете? Умная девочка. Хорошая исследовательница. Не боится признавать, что есть что-то, чего она пока не знает. Это она сломала крест, пыталась на него залезть. О чем она только думала? Я пыталась ее остановить, но она была так расстроена, одновременно и зла, и опечалена. Вы знаете, где она? Я ее ищу. Не знаю. Когда крест сломался, она куда-то убежала, но я не видела куда. Она была в таком состоянии, что я решила не лезть к ней, не обессудь. Все в порядке. Вы мне и так помогли. Вам помочь с крестом? Да, но сначала нам надо прогнать отсюда этих ребятишек. Опасно им тут бегать, пока мы работаем. Этот слепой обманщик нагородил им чепухи про сокровища, и они решили, что я хочу его украсть. Поговорю с ними. Итак. Будем работать как? С помощью анального зонта? Или же штуаликона? Эй, уходи! Это наше сокровище! Уже так поздно. Может отложить охоту на завтра? Нет. Мы не уйдем, пока не найдем его. Будем спать тут, если что. О-о-о-о, папушку ставят так ладоши. Надеюсь, до этого не дойдет. Я могу вам как-то помочь? Нет. Мы же сказали, сокровища наше. Ману сказал, если мы его найдем, можем оставить себе. А жаль. Сестры сказали мне, что вы не жадины. А я очень много знаю про охоту за сокровищами. Анна Эксперт. Ты знаешь сестер? Она всем разболтает. Если будете молчать, я никому не скажу. У меня тоже есть секрет. Я бесстрашная авантюристка Лара Крофт. О-о-о! Мы не скажем. Можешь нам помочь. Если найдешь, поделим поровно. Договорились. Что вам нужно? Ману сказал, чтобы найти сокровища, надо решить загадку. Какую? Умеешь разгадывать загадки? Я профессионал. Да. Говори. Мой запас возьми с собой. Плач небес напиток мой. Без меня мертвы поля. Кто же я? Вода. Вода. Даже я понимаю, где это. Это колодец. Здесь есть колодец. Где он? Вот он. Там что-то есть. Ага. Оно где-то здесь. Перид и бижутерия. Но дети будут в восторге. Ну, хорошая загадка. Сразу... Хорошая загадка. Сразу понял, в чем проблема. В общем-то, как здесь мы почистим. Нет, не собираемся. Пожалуйста. Убирать. Делить. Держите, ребятишки. Да, не переживай. Я понял это, как только увидел тебя. Я сказал, вот настоящий герой. Ну, что вы. Это ерунда. Любой нормальный человек поступил бы так. Спасибо, что нашла сокровище. Надо показать его Ману. Не знаю, как тебе удалось прогнать Диего и всех остальных детей, но спасибо. Теперь за работу. Это все правильно. Вот знаете, что самое забавное, что, ребят. Если вы посмотрите на нашем канале, очень давно я выпускал геймплей. Вот как вот этот Ларри Крофт, как Дипа Ларри Крофт. А есть игра у нас на канале, называется Lost Viadomus. Игра 2004 года. Линейная. Ну, не открытый мир, конечно. Там можно бегать по разным локациям. Можно находиться в скрытой локации. Там и такое есть. Но игрушка старенькая. Чисто по сериалу Lost. Он же остаться в живых. Если вы посмотрите, когда первый канал в ту эпоху. И... Там мимика лица была куда живее в этой игре, чем здесь. Вы видели этих детей? Как обезьяны какие-то. Вот смотрят без мимики, без греха. Улыбки обезьяны не хватает. Куда ты сейчас меня выписала? Это как по качеству графики должно упасть? С чего начнем? Вот сюда. Спасибо за помощь. И надеюсь, ты найдешь Ису. Я беспокоюсь за нее. А ты знаешь, куда она ушла? Интересно, зачем Изабелла пыталась залезть на крест? Может, что-то на кресте укажет мне, куда пошла Иса? Раскройте тайные креста. Раскройте тайные креста. Интересно, зачем Изабелла пыталась залезть на крест? На нем есть надпись. Посмотри сквозь меня и найдешь путь. Может, что-то на кресте укажет мне, куда пошла Иса? Улыбка Я говорил, я говорил. Почему мне нельзя? Вот я нашёл тут уже дверку. Почему я не мог сразу туда войти? Да, конечно, чтобы я нашёл бы, наверное, бы это иисус. Вон следующий крест. Вот ещё один. Вижу ещё один. Да, самое забавное. Раньше старых Ларрекург нам нужно было бы следовать, наверное, за такими крестами, потому что у тебя не было бы подсказки, у тебя не было бы карты. А теперь сразу показывают зону поисков. Вижу ещё один. Спасибо, Лара. Нет смысла в этом. Вижу, не вижу. Вон следующий крест. О, трубки ещё лежат. Нереально. Больше я не унесу. Ладно, тропаж. Ох вы заразы. Нет, 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 Лара, Лара. Оно где-то здесь. Стоп. Там что-то есть. Да, там что-то есть. Называется грёбаная волчара. Все, все прибили. Я же их буквально сегодня... Объясняю. Я записываю этот эпизод... Ну, с предыдущего эпизода подряд. Я никуда не телепортировался. Чё, даже Егора там не обновился нигде. И здесь уже всё собрано. То есть, зато это объясняет, если её там кто-то сожрёт. Есть! То есть, пока я не возьму этот квест, я даже не додумался бы нажать на эту кнопку. Хотя я бегал вокруг этого креста тоже. Никаких кнопок, наверное, в памяти не было. Эй! Когда я впервые увидел Анхеля Делакруса, то понял, что передо мной человек достойный. Когда он заговорил, моё сердце затрепетало. Оно дрожало ещё несколько дней после его первой проповеди. В тот вечер сам Господь призвал меня доказать, что я избранный. На следующее утро я ушёл, чтобы показать себя в деле. Интересно. Сейчас заодно с вами и до склепчика доберёмся. А, мне туда как раз отдады. Лара, включи свет. Я нихрена не вижу. Изабелла! Ты там? О-о-о. А, нет, тебе показалось, что ты... Изабелла! Внизу! О-о-о. Вопрос. Ты нахрена за собою дверь закрываешь? Мне, конечно, это правильно, чтобы Балкин не сбежит. Ну, я сомневаюсь, что они умеют власть. Смотрим, да, по-моему. А, здесь потом будет ходить. Если вы не помните, я что-то заметил за собою, вы, наверное, не увидите. Там дверь, спрашиваемся за входом. Красиво. Так, а куда мне? Так, сначала... Изабелла, подожди, я тут добуду отцепить тебя, чтобы не подскакить в твою душу. Извини, сначала традиция. О, наконец-то кто-то нашел меня. Да. Мы тебя нашли. Это гарантированно. Так. Туда можно подняться. Видимо, сбоку есть поход, да, какой-то? Сейчас сначала каждую бумажечку отслежу. Там стены. Так, мы домой. Да, все правильно. Правильно подняться. Нет места. Ничего не могу. Вот ты где. Да. Кто ты? Гильермо послал меня на поиски. Он за тебя волнуется. Бедный Гильермо. Наверное, его грызет чувство вины. Есть такое. Думаю, мы оба были правы. Здесь был тайный склеп, и я, правда, как-то не так себе его представляла. А как ты поранилась? Когда начались толчки, я была на веревке. Меня ударило о стены, веревка порвалась, и я сильно ударилась об воду. Кажется, лодыжка сломана. В это я поверю. Чтобы тебя вытащить, придется сходить за подмогой. Одному тут не справиться. Это да. Что смешного? А можешь взять Сару? Хочу видеть ее лицо, когда она поймет, что одна из тех удивительных сказок Ману оказалась правдой. Я поручу это Гильермо. Думаю, я не смогу выйти тем же путем, каким попала сюда. Поищу другой выход. Скоро вернусь. А я тогда буду здесь. Может, оставь ей прикрас, и забавно, чтобы мы с ней среагировали совершенно одинаково. Всегда оценила свое богатое воображение. Только вот не сейчас. Не терпится выбраться. Братца. Я ее понимаю. О, наконец-то кто-то нашел меня. О, наконец-то кто-то нашел меня. О, наконец-то кто-то поимел тебя. Так. Так. Так, ладно. Анализ. Есть пароход, нет выхода. Залезть не может. Здесь завал. Единственный выход только там. Здесь она не запрыгнет. Тем путем, что я вышел, не по-русски. Афиг. Анализ. Проверим. В местности наличие. Проходов нет. Проходов нет. Что следовало ожидать? А это что? Проходы нет. А, вот. Привет. Нашли, конечно. Пусть знания Гуаскара окажутся достаточными, в какой бы из миров мы не попали после смерти. Просторечиво, мне нравится. Нет! Да. При подготовке к главному испытанию я начал осматривать крипты и гробницы, находившиеся рядом с миссией. Ходить там сложно и опасно, но я постепенно делаю успехи. У меня улучшается реакция, я становлюсь сильнее. И даже рискну утверждать, что теперь я лучше вижу в темноте. Я знаю, что есть и другие, те, кто хотят зарекомендовать себя перед братом Делакрусом. Но им меня не превзойти. Гордыня, ты проиграл. Я так смотрю с этой позиции. А, это никак в любом случае не откроют, да? Обидно. Так, подъемов тут нету. А, мне там надо будет перелетать, если. Так, осмотр. Не хочу ни одного документика упускать. Этот надо мной будет. А следующий? Прямо вот за этим. Да, отлично, идемте. Надеюсь, тут не будут пинтик. Я не хочу, чтобы эту барышню изнасиливали и потапали. И расчленили. Ну, реально, увидите. Зараз. Обычно не против. О, нет. Я лучше с этим похожу. С этим мне безопаснее. Так. Испокойнее. Так, хорошо. Могу теперь идти спокойно. Здрасте. Я оказался недостоин. Прости меня за гордыню. Я же сказал, что он проиграл бы. Ой, слишком предсказуемо. А, здесь не будет? Нет. Ясно. Ладно. Отлично. Ну, это ничего нет там. Кроме смерти, ничего. Лара, это ты? Это я. Не бойся. Ай, ты так! Я вернулся после обучения, но брат Делакрус пропал. Сестры понятия не имеют, куда он ушел. Это неважно. Я подожду его возвращения. У меня чистое сердце и ясный разум. Я готов к испытаниям. Я докажу ему, что я избранный. Гордыня. И, кстати, он не дождался. Вы же видели вот этот лишний. Должно быть, я на верном пути. Воздух становится свежее. Не дразнись. Я всю ночь провела в склепе. Так. Тут разные пароходы есть. Подождите. Это в противоположной стороне находится. Значит, скорее всего, мне оттуда надо. Так. Давай тут не уходи, Лара. Пистолет с колесцовым затвором. Такое оружие никогда не производили в большом количестве. В Священной Римской империи оно было запрещено. Пистолет богато украшен. Для миссионера слишком роскошно. Но, возможно, для такого эгоиста, как Лопес, в самый раз. Рукоять немного повреждена, но если не считать этого, то оружие в хорошем состоянии. Так, документик все еще надо мной. Собственно, и забавно, что артефакт не был отмечен на карте. Может быть, он и был, но под этой грунтой всего его, что-то увидишь. Интересно, как она сейчас думает, наверное, о том, что это за больная тут прыгает, скачет во все стороны. А спасать меня кто будет? А если с ней что-то случится? Какая Лара кровь нынешняя? Прошлая бы, в принципе, всегда бы расстреляла бы какого. Давненько такой ловушки я не видел. Давненько подались подобные. Сразу видно, профессионал работал. Я знаю, что я не избранный. Да, молодец. И теперь я боюсь, что подверг опасности брата Делакруса и сестер из миссии. Они не знают, что в норах вокруг миссии живут демоны. Жестокие, шипящие существа с кривыми когтями и мерзкими желтыми глазами. Я прибыл сюда, чтобы изгнать их из этого мира именем Анхеля Делакруса, чтобы заслужить его благосклонность и место рядом с ним. Но я потерпел неудачу. Я не смог остановить это зло. Оно вырвалось на свободу, и знание о нем умрет здесь вместе со мной. Перевожу. Он встретил наших Виндиго. Значи, понтолбург, техниги. Изабелла, я вижу свет. Скоро мы тебя вытащим. Ты просто чудо. Спасибо огромное. Да, не за что. Благодаришь потом. Не за что. Благодарю. 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 нет, видимо, поняли, что с нами имеется... а, тут еще и одна валяется Забавно, как Лара, кстати, нет места, ничего не могу взять А что у тебя есть, скажи мне, пожалуйста Кто убрал веревку? Эй, мы нашли ее Скажи, что Изабелла в порядке В порядке, только поранила лодыжку, придется вернуться и помочь Нет, я не могу больше тебя беспокоить Кроме того, Сара сказала, у тебя без нас полно важных дел Давай теперь об Иссе позаботятся ее друзья Чтобы ее вытащить, нужна пара людей и много веревки Я сейчас же всех соберу, где ее искать? Перейди через реку по главной дороге и следуй за крестами Что? За крестами? Она что-нибудь нашла? Она нашла склеп, о котором говорил Ману Она что? Это потрясающе! Я так счастлив за нее Я должен был пойти с ней, мне так жаль ее и ее лодыжку, но все равно это то самое приключение, о котором Иса мечтала Она спросила, не может ли Сара тоже прийти и помочь ей Отличная идея, я об этом позабочусь Кстати, насчет Ману и его сказок Если ты что-то хочешь тут найти, тебе стоит с ним поговорить У Иса же получилось, он обычно вещает у миссии И спасибо тебе еще раз, что нашла Изабеллу Не знаю, что бы я делал, если бы не... Просто верни ее домой Вот именно Привет Лара, спасибо, что отыскала Изабеллу Была рада помочь, она была права, там оказался тайный склеп Я знаю, что она была права, и Ману был прав Когда ей станет получше, мы вместе пойдем исследовать те руины Уже достали так быстро? Привет Лара, спасибо, что отыскала Изабеллу Была рада помочь, она была права, там оказался тайный склеп Кстати, мне вот очень нравится в этой коричневой краске Как дела? У меня товар на любой вкус Я не знаю, как правильно объяснить Сейчас сформулирую Мне очень нравится местный стиль Красной черепицы В сочетании... Так нас обоих устроит Да Тебе точно, пора Приходи еще как-нибудь Сочетание с белым камнем Вот очень красиво смотрится Так, естественно О чем я? В этих джунглях столько тайных... Ты, наверное, Ману Кто это? Кто здесь? Та, что нашла сокровище Это правда? Ну и ну Что я могу для тебя сделать? Я слышала, как ты рассказывал детям про руины Майя Наконец-то Хоть кто-то меня слушает Что ж, ты был прав насчет крестов Они привели в тайный склеп Ха, я так и знал, так и знал Кто слушает старикам Ману, а я был прав Коллега? Это верно И я думаю, насчет руин Майя Ты тоже не врешь Я слышу что-то в твоем голосе Жажду открытий Жажду найти что-то Увидеть место, которое никто не видел сотни Тысячи лет В них действительно есть что-то захватывающее, да? Удивительное чувство Мое сердце до сих пор колотится от запаха пыли Эти современные люди Так называемые реалисты Они закрывают для себя чудесные возможности Они даже не представляют, что мне довелось видеть Ах, если бы я мог еще раз это увидеть Хоть разок Возможно, я могу стать твоими глазами И увижу эти руины Майя Может быть, да Ты помнишь, где находятся руины? Так, где они были? Я помню озеро, куда стекали три водопада Хотел бы я сказать точнее, но прошло столько лет Думаю, я смогу найти их И когда найду, то вернусь и все тебе расскажу Если бы ты смогла это сделать Прикоснуться к истории Я бы, я бы так Ни слова больше, Ману Я их найду Раскройте тайны и место Найдите гроб Под гробницу Так, три водопада До самого низа, да? Надеюсь, твои туфли для танцев сияют как никогда Я нашла руины Они принадлежат Майя Древний акведук Он был прекрасен Как ты и думал Я в тебя верил Тогда расскажи мне все Руины затопило из-за землетрясения Я проплыла через туннели, полные опасностей Дальше Я нашла огромную пещеру и каменную башню На которой были высечены лица Владыки Шибальбы? Поразительно Что еще? Это было что-то вроде акведука И представь себе Почти все механизмы до сих пор работают Водяные колеса высотой с трех мужчин Поворачиваются мягко Будто их только построили Это было великолепно, Ману Прийти в историческое место Где сотни лет не было ни единой души Ай, я его вижу Я чувствую его запах и вкус Ты смотри, заставила старика заплакать Я так тебе благодарен Я тебе кое-что дам Ману, я не могу Я настаиваю Это первый артефакт, который я нашел Тонкая работа Украшенный череп Хочу отдать его кому-то с такой же страстью к исследованиям, как у меня в молодости Не дай ничему уничтожить любопытство и тягу к чудесам Хорошо Спасибо, Ману Клейкое вещество, сделанное из древесной смолы и костного порошка Он удерживает на месте нефрита драгоценные камни в зубах черепа Отверстия, благодаря которым к нему крепится украшение Были сделаны грубым сверлом Возможно, обсидиановым Да уж Во-первых, я нашел Вот знаете, о чем и речь Я нашел тот город раньше Чем мы встретились с этим Манулом Но почему-то другой скрип Куда я тоже хотел войти Мне сказали Нет, ты пока не будешь нажать на кнопочку Пока тебе не дадут задания Вот буквально Они в одной локации В ад по соседству поставили две точки Совершенно Противоположные друг другу Ту, которую можно спокойно сразу открыть еще до квестового задания И вторую, которую нельзя открыть Пока ты не получишь квестовое задание А если бы я ее сразу бы нашел бы Чисто лазал тут, ну, из любопытства Нашел что-нибудь И тут вижу О, кто вы? Можно же было вот сделать Хаотичное задание Типа Лара сначала решила изучить местность Нашла человека Полезно спасать Узнала, познакомилась с ней Узнала, кто он такая Кто с ней работает и так далее И пошла бы искать этих людей Можно было бы сделать вариативнее Но нет, не сделали Кстати, по поводу вот этого Это никогда не так не делайте Повредите эмаль зубов И оголите нервы А потом вам будут ставить камни С этим костным веществом У вас, во-первых, кариес возникнет Плюс, скорее всего, может быть Заражение и сепсис Никогда так не делайте Пока не будешь такое делать Еще помрешь Я не хочу нести за тебя ответственность А потому что ты меня не послушал Привет Мой отец привез нас сюда Когда я был маленьким На каникулы? В экспедицию Он изучал монументы инков Скорее, как хобби У него не было образования Похоже, он интересный человек Да, был О, прости Соболезный Ничего, ничего Я решил вернуться сюда после его смерти Подумал, что смогу закончить его работу Понимаю, каково тебе Но в итоге я просто остался здесь Что-то в этом месте притягивает людей И не отпускает Завтра 20 день рождения Ну, то есть, точнее, через 22 минуты Будет 4 августа 2024-го Ему было бы 60-го года рождения 64 года ему бы стопнуло бы Сейчас бы Но был убит 38-го года Так, навыки Прячка навыка Свободно можем прокачать что-нибудь новенькое Давайте отдать что-то из этого Хлопок бой Изготавливать оглушающую шарпнель Оглушать противника Вдовя лари Так Возможно замаскироваться Беру это Используйте, чтобы выбрать винтовку Держите РБ Чтобы изготовить химические гранаты Необходим черный порох и яд Используйте для убийства ближайших врагов Вот это и возьмем Этот полезный навык Полагаю, скоро пригодится Так, давайте уйдем Отлично И теперь Готовим лар Сразу Чтобы запас был Должно хватить Давай-давай-давай-давай-давай Есть Да, мы сейчас с вами еще в одно местечко сходим Пока не забыл Помните Мы с вами тут лазали И я нашел Я, брат, стараюсь Я в порядке Гильермо Я в порядке О Вернулась Быстро вы ее вытащили Я только кружок сделал Оперативно? Нет, ну правильно, конечно Не оставляли ее там гнить Проспект Не бросили коллегу Слушайте, крепкие достаточно мосты Спокойные девушки Спокойные девушки Не побачу душу Мы сейчас Пройдем на эту форуму Там Помню была пещера Я попробую ее поджечь Я вспомнил, что есть некоторые такие занавески Которые можно якобы поджечь И пройти Да, она одна из них Я в этом говорю Все корректно Я уже все нашел О, еще пара документов Там слишком тонны всяких документов Мы с вами заботимся читать И уже 50 минут я записываю В общем Идем в библиотеку Чтобы потом читать документы Здорово Ладно, давайте поднимаемся Наверх Отойдем до Иона Я там сохранюсь И на этом закончим Нет, ну реально Две интересные игры Вот смотрите Ну ладно Было бы две гробницы Если бы одну я не нашел раньше Вот реально Я не понимаю Почему нельзя сделать вариативность Два разных диалога Это было бы так интересно Люди только бы уже Я вам говорю Много геймеров Только из-за того, что Здесь есть вариативность В диалогах С удовольствием Перепрошли игру В этот момент Ну или хотя бы Воспользоваться бы сохранить Могли перепрошли по-другому бы То есть сделали так и так Но они этого не сделали А могли бы Вот чем заставить игроков Дольше играть в вашу игру? Добавьте вариативные пути Да, у вас линейная игра Да, у вас линейная игра Но Можно же дать ей Чуточку Ути в левую Ути в правую Разнообразие сделать Это было бы очень Грамотно Был хороший быть Грамотный подход Так, вот Добрались И он у нас уже здесь Поэтому давайте Пока Так вот Во-первых, давайте сохранимся Посмотрим Сколько это процентов нам даст 81% Да, слушайте Мы на 19% Уже недалеко до финала Так что, опять Надеюсь, что вам понравилось Сегодняшнее прохождение Ставим лайки Пишем комментарии Подписываемся на канал Дискорд, ВК Тевинар Телеграм Ссылки в описании Впереди нас ждут Много подключений С Ларикрофт И даже когда это закончится Поларь еще очень много игр Которые я Еще не прошел Поэтому будем с вами Проходить их Вместе Хотя бы тот же самый Ремейк классических Трех первейших частей А не Точнее, ремастер Не ремейк А ремастер Ремейки мы уже прошли Это Андерволт А, нет Там Формально там Две новые И получается По-моему Ну да Получается, да Но это из золотой эпохи Я про них вспоминаю Ладно, ребят Надеюсь, что вам понравилось Еще раз Всем до скорой встречи Всем пока, удачи Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok